Я думаю, что сейчас у особенного молодежи накопилась очень такая энергия, какая-то фрустрация против правительства, против программ, правительства, которые никак не вкладываются в умы этой молодежи. И они считают, что повышение цен на электричество сильно повлияет на уровень жизни в Армении. Я бы не сказал, что это просто движение за снижение цен на электричество. Это проявление фрустрации молодежи. Скажите, стоят ли за этим какие-то политические партии, движения? Кто организовывает этих людей? Они сами по себе просто выходят на улицу и стоят. Во-первых, это движение социальное, то есть не политическое, не партийное абсолютно. Они сами говорят, что вот лидеры партии, они могут прийти сюда, они могут выступить, они могут обратиться к нашим сторонникам, но они никогда не могут это делать как лидеры партии. Они могут прийти сюда как только граждане Армении, больше ничего. О чем это говорит? Это говорит о том, что они ясно дали всем понять, что они считают, что оппозиция тоже является частью коррумпированного истаблишмента партийского в Армении. Поэтому они никак не хотят с ними сотрудничать. Ну а лидеры у этой протестной массы есть? У них есть, да. Они молодые люди, им может быть до 30 или может быть чуточку за 30. Эти очень образованные люди, они говорят не только на русском, но и на английском. У них может быть у каждого по два смартфона, может быть там компьютер, я не знаю. То есть они очень образованные люди, они понимают и очень трезво оценивают ситуацию, сложившуюся в Армении. И они очень сильно критикуют политику армянских властей в смысле того, что они вот никак не могут противостоять экономической экспансии России в Армении. То есть, как вы знаете, энергетика полностью сейчас находится под контролем русских компаний. В частности, РАО ЕС, вы знаете, да. Они вот сейчас владеют вот этой компанией, которая почти каждый год просит, чтобы повысили тарифы на электричество. За три года им уже удалось повысить на 50% вот, значит, тарифы на, цены на электричество. И власти ничего не делали того, что вы снили тарифы. Потому что они тоже ведь связаны с этими компаниями, может быть у них там сыновья работают, я не знаю, какие родственники.